В этой лекции мы рассмотрим феноменологическую модель, которая лежит в основе большинства современных интерпретаций кинетики электродов – модель Баттлера-Фольмера. Вернемся к реакции восстановления гексоцианоферата-3 и окисления гексоцианоферата-2, где константы скорости описывают, соответственно, восстановление и окисление. Нижние индексы отражают термины «катодный» и «анодный». Катодный процесс – это процесс на катоде, принимающий электроны и, следовательно, вызывающий восстановление. В то время как анодный процесс – это процесс на аноде, который отдает электроны и, следовательно, вызывает процесс окисления в растворе. Из десятой лекции следует, что для этого процесса скорость реакции можно записать в следующем виде. Здесь константа будет зависеть от потенциалов. В частности, мы могли бы ожидать, что катодное восстановление будет преобладать при относительно отрицательных потенциалах электрода, в то время как анодное окисление будет доминировать при относительно положительных потенциалах. Так будет выглядеть профиль реакции. Поскольку ионы гексоцианоферата и электроны являются заряженными частицами, из этого следует, что показанный профиль должен быть функцией как потенциала металла, так и потенциала раствора. Например, если сделать потенциал металла более отрицательным при сохранении постоянного потенциала раствора, это повысит энергию реагентов, которые включают электроны металла при сохранении постоянной энергии продукта. И наоборот, поддерживая постоянное значение потенциала металла, но смещая потенциал раствора в более отрицательную область, изменится энергия как реагента, так и продукта. При этом энергия гексоцианоферата-2 увеличится больше, чем энергия гексоцианоферата-3 из-за различных зарядов ионов. Таким образом, при изменении потенциала металла или потенциала реагента профиль изменяется так, что либо восстановление гексоцианоферата-3 смещается в отрицательную сторону, либо окисление гексоцианоферата-2 представляет собой нисходящую термодинамически обусловленную реакцию. Исходя из рисунка, мы можем записать. Уравнение Арениуса связывает константы скорости с энергиями активации и предэкспоненциальными множителями. Эти множители среди других факторов будут зависеть от частного фактора, который описывает столкновение с поверхностью электрода в секунду. В уравнениях значок соответствует переходному состоянию. R соответствует реагентам, а P – продуктам. G нулевое – это стандартная энергия гипса для компонента Х. В первом разделе этого курса мы узнали, что уравнение приводит к И. Проверка уравнений показывает, что они отличаются на величину. Если затем предположить, что энергия переходного состояния находится посередине, между энергиями реагентов и продуктов, гипса, где β представляет собой коэффициент переноса, при этом… Таким образом, если β близко к нулю, переходное состояние представляет собой продукт реакции. Если же β близко к единице, переходное состояние подобно реагентам. По крайней мере, с точки зрения зависимости его стандартной энергии гипса от потенциала. Уравнения позволяют нам оценить энергии активации и, следовательно, электрохимическую константу скорости с помощью формул. В результате получаем… Единица минут β обычно заменяется на α. То есть получается, что… Оба параметра, α и β, известны как коэффициенты переноса. Тогда уравнение может быть переписано в виде… Уравнение показывает, что константы скорости для окисления гексоциана феррата 2 и для восстановления гексоциана феррата 3 экспоненциально зависят от потенциала электрода. Константа скорости для процесса окисления увеличивается, когда электрод становится более положительным относительно раствора. А когда электрод становится более отрицательным по сравнению с раствором, увеличивается константа скорости процесса восстановления. Коэффициент переноса β, а значит, πα, лежит в диапазоне от 0 до 1. Однако часто, но не всегда в этом случае переходное состояние является промежуточным между реагентами и продуктами по своему электрическому поведению. Если подставить эти значения в уравнение, получится, что если разницу потенциалов изменить на 1 вольт, то константы скорости изменятся примерно на 10 в девятой степени. Именно эта чрезмерная чувствительность константы скорости к электрохимическому потенциалу определяет кинетическое поведение электродных процессов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok